Жили-были два товарища. Так, тут нам кто-то звонит, сразу прям... Слышишь меня? Слышу, чё орёшь? Чего тебе? У нас тут соревнования! Уже испытывали удачу на автомате? Простите. Да уж я догадался, где... Вы выглядите так, как будто вам в жизни осталось рассчитывать только на улыбку фортуны. Приветствую вас, друзья, с вами Вирус, и... Мы в крайне интересном районе оказались. Я думаю, что фортуна как колеса улетки. Иногда ей надо помочь. Рискнуть. Хм. Возможно. В ваших словах есть доля истины. Благодарю вас за совет. Ты же вроде не любишь шумные тусовки. Ну, у нас тут не особо шумно. Короче, ты милей. Вот и пытаюсь, как привлечь к отмогу. А мог бы просто продавать фабричный огнестрел. Не пришлось бы часами корпеть над каждой мелкой пукалкой. Эй, парень, не хочешь радужный попперс? А пурпурную дынку? У меня есть все цвета, какие хочешь. Конечно, в деле. Когда? Так прям сейчас. Гони сюда, мы тебя подождем. Покажи, что у тебя есть. Так, стимуляторы здоровья. Так, это это, аптека местного разлива. Расширитель памяти, увеличение запаса выносливости, грузоподъемность. Позволяет дышать под водой. Ой. Какие интересные. Эй, ты, мудас, вон! Сраный ты кусок говна! Мне плевать в рак! Тут диалоги, кстати, не меняются. Каждый раз проходишь одни и те же. Не, в эту сторону даже смотреть не будем, все. Блядь, привет! Я вот сюда хотел заглянуть ради прикола. А это зачем? Во, во, вопрос хорошего. Я пытаюсь, но что-то как-то не получается. Пригодится, берите. Вы что-нибудь выбрали? Пригодится, да, говоришь? Может вам что-то подсказать? Включи фантазию, ты поняла? Ну, покажите, что у вас интересного. Она фоткает, типа, на телефон. По звуку слышите? Чпок-чпок. Ну, это брейданс, который можно купить, но который нельзя использовать, в принципе. А ему можно продать стволы. А ну-ка, подожди. Дядь, у тебя бабло есть? У тебя бабло есть. Слушай, купи пушку. Да тут любой, в принципе, счастлив купить пушку, смотрите. Вообще не вопрос. Говорит, хочешь продать пушку, обращайся. Продаем стволы. Но необычные тоже можно продать, в принципе. Без проблем. Без проблем. Ячейка пустает. Продаем. Все продаем. Шикарно. Ох. О, да. Кстати. Здесь мы сейчас все продадим лишнее. В секшопе так-то продавать шматье. О, штаны получше. Потертые джинсы можно будет и разобрать. Эту майку продаем. Продаем. Жилет пограничника. От выстрелов с севера и с юга. Так, в принципе, жилет пограничника, видите, здесь как бы поинтереснее сейчас. Ну, да ладно, продаем. Это тоже продадим. Это продадим. Это продадим. Это мы продадим. Тынс, тынс. Это пусть останется. И то мы... Ну, необычное тоже продадим. В принципе, необычное там ничего интересного не будет. Ничего интересного не будет, Хаша сказал. Прям классно сказал, мне нравится. Так, это все оставим, это все оставим. Ну и ладно. Она, видите, фотографирует опять, да? Звук будет? Вот, да. А, но хотят... Тут же, как бы... В глазу все сейчас, да? Весь фотоаппарат, звук зачем-то. Что за звуки? Как будто уже кто-то пристроился сзади. Тут расслабляться нельзя, ни в коем случае. Карах, но вон народ! Ладно, пошли, пока я ему не все. Так, аааа... Караха, 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 караха. А куда нам там нужно ехать по новому заданию, которое только что появилось? Цельсапли. Куда нам нужно ехать? Здесь нужно обратно возвращаться, да? Угу, угу. Ну, в принципе, предлагаю все-таки съездить вот сюда. Потом вернусь как раз поговорить, и можно будет... Цельсапли сделать вот эти все темы. Здесь... Так, это фиксер. Не, фиксер, фиксер, фиксер. Я фиксер, фиксер, фиксер. Я больше не медведь. Так, разбой. Погнали, разберемся с разбоем. Ох. Расслабляться в этом городе нельзя. И севера, и с юга могут подойти. Непонятно кто. Даже если сверху вроде бы понятно кто. Да? Там непонятно, что будет снизу. Что, нам на лифте нужно доехать? Так, чпок стрит. Нам нужно выше. Чпок стрит. А как интересно в оригинале, на английском, допустим. Ну как, это не факт. Хотя, ну, на английском разрабатывается, скажем так. Сейчас по умолчанию многое даже. То, что разрабатывается... На территории СНГ. Отпусти. Я из полиции. Ага, эти... Ой-ой-ой. Я ее не схватил. Все, петляем, петляем, петляем. Запутываем. Я их хочу выманить, чтобы попа не пристрелить случайно. Так, они наводяжками стреляют еще. А что у нас в телефоне? Открыть сообщение... А, ну машина в продаже. Мотоцикл. И гранату туда не кинешься сейчас. Или он сбежал. Вроде бы он там вставал. Сейчас разберемся. А, они, он сидит. Ряды, плотнее. Все, спасли копа. Ну, он считается как враг, кстати говоря, здесь сейчас. Но... Видите, измывались над ним. По большому счету, репутация не сильно пострадает, если мы его там... Ну, случайно в перестрелке, как бы... Заденем, скажем так. Ну, зачем нам это? О, хорошая тачка есть. О, хорошая тачка есть. Вот для чего эта выделенная полоса, интересная, с красным. Прям даже очень любопытно. У меня вот эти вот фиолетовые так туманят. А гонки тут будут, но по идее-то должны быть. И это... Похоже на дорогой район, если честно. Да, 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 да. Это... Голливуд, Беверли Филс и все дела. Это... Ну, нет тех или как там его... Медики местного разбива, короче. А, ну здесь копы, конечно же, дежурят. Не, слишком низкая машина не заедет. Не, ну че, приятно, покатались. Потому что мама тяжело заболела, и ей пришлось уйти. Но она смотрит на тебя с небес. Это... Типа... Современное кладбище, да? Так, а умеренность, карта Таро. У него уровень у меня, подожди. Есть очки, прокачки. Так, давай реакциям. Короткоствол. Будем сейчас качать. Так, комиссия, куда тут основная? Ну, где-то тут рядышком, ладно. Я вообще думал, что тут море. Судя по карте вокруг. Найти Эндрю, да? Дин Рассел. Дин Рассел. Кэролин, это не то. Так. В принципе, тут только вот эти нужно проверять. И то не на всех написано. Дин Рассел. Ну, нам нужно найти нишу Эндрю. Как-то просканировать можно это все? Что-то сканируется здесь. Где он? То есть, по идее, у нас в зоне поиска четыре штуки. То есть, вот это. Здесь ничего. Здесь уже за пределами. А, ну пять. Вот. Дин Рассел, к которому мы уже подходили. А, вот он Эндрю. Все, мы нашли. Ты был черепашкой, но слушал как человек. Ты был рядом, когда бабуля учила меня отличать добро от зла. Ты последнее напоминание о лучших временах. Покойся с миром. У Барри серьезные проблемы. Черепаха была его единственной радостью в жизни. Кажется, ты начинаешь понимать. Нужно рассказать его друзьям. Надеюсь, еще не поздно. Ну, знаешь, как бывает. Если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. А Барри за свою жизнь столько насмотрелся, что может в бездну и шагнуть, недолго думая. Ну, да. Интересная тема. Получается, это был не человек, а черепашка. Так, ну мы эту тачку уже, судя по всему... Вы ничего не видели? Не, в таком районе они пальнут сразу. Да? Не. Спустить ее не получится. И съехать тоже вряд ли получится сейчас. Мы на брюх... На брюхо... Легли. Это вот знаете... Почему для езды на лимузинах необходимо получать отдельные права? Это вот как раз-таки, допустим... Учат обращать внимание на нечто подобное. Потому что не все железнодорожные переезды и лимузины смогут преодолеть. Просто застрянут. Брюхом лягут. И все. Ну, или там, ну не совсем права, разрешение, да. Как-то так, хотя... Не получал... Точно не знаю. Такс, 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 такс... Где там? Мэндес, ты задрал уже! Держись рядом, хорошо? А Барри вам что-то конкретное говорил об этом своем потерянном друге? Немного. Да ничего, почти. Только обронил как-то, мол, это единственный, кто его понимал. Да, не у каждого есть такой друг. Мы поговорили. Держится вроде, но очень подавлен. И явно у него проблемы с Мэндесом. Чего? А в глаза он мне это сказать не мог? Он терпеть не мог свою работу, ему было не с кем об этом поговорить. Он сказал, что вы даже не пытались его понять. Ну что? Правая была? Ой, да ладно. Барри просто любит истерику закатить. Надо его встряхнуть как следует, чтобы мозги на место встали. Ну посмотрим. Нужно будет к нему заглянуть. Спасибо за помощь. Возьми за труды. Но про черепашку он ничего в итоге и не сказал. Да, можно было и... Ну, в принципе, знаете... Как там, Сильверхэнд или как он здесь, в Джоне, в заводе? Отчасти прав. Какая разница? Черепаха толку берет. Если она человечнее, может быть. О! Этого не хватало. Упаковали. Да я свой. Чё вы, чё вы, чё, чё? Ты, я свой! Чё за подозрительность? Чё за недоверие? Чё за недоверие? Так, ладно. Тут нам ещё Целься Пли как раз. Это, я так понимаю, как раз оружейник по нашему этаже. Удачно всё сложилось. Привет, Ви. Сейчас начинать будем. Если надо, в туалет. Давай бегом. Давай, давай, погнали. Я с тобой разговариваю. Тут же нет такого, что нажмите, я что-то поговорить. Он сам начинает. Спасибо за заботу. Можем начинать. Ну так давай на площадку. Только тебя и ждём. Заждались уже. Оружие улиц. А тут... Нужно именно с... Такой пушкой или можно со своей? Ну ладно, сколько вас? Всего шестеро. Малова. Так. Ну ладно. На, что уж поделать. Правила простые. Видишь, мишень, стреляй. Даже если это мишень соперника, всё равно стреляй. Кто больше подстрелит, тот и побеждает. Стреляем по мишеням, а не по соперникам. А, и вот ещё что. Только малый калибр. Не выпендривайтесь мне тут со своими пулемётами и бомбострелами. Бомбострелами. Первый приз – пистолет. Не простой, а классный, охрененный, прямо скажу, пистолет. Ладно. Хорош болтать. Перейдём к делу. Готов? Давай. Три, два. Эй, чего это у тебя? А ну убирай свою двустволку, я же сказал, только малый калибр. Хе-хе-хе. А, я пистолет забыл. В другой куртке. Ушку надо держать в кабуре. В кабуре. Пшёл вон отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Да чё психуешь-то? Чумба. Хе-хе-хе. Три, два, один. По мишени. Не в стенду, а по мишени. Молодец, Руди, давай, давай. Давай. Ты, осталась половина. Ну, давай, сидурись. Лиза, ты чего это? Очки наденься? Насколько секунд, Вит. Последний шанс. Ах, обожаю запах города и раскалённых. Стоп, все стоп. Закончили. А счёт где? Время-то я видел, а счёт. Первое место Руди. Второе Ви. Остальные неудачники. Учитесь стрелять. Все свободны. Мне кажется, тут заранее распределены. Эй, ты чего? Что-то не так? Эй, да блин, всё не так. Хули толку от соревнования, если я ничего не продал? По нулям! Так ты сам обозвал потенциальных клиентов неудачниками. Может и так, но... Блядь! Уважать надо оружие! Не умеешь стрелять, ну не берись ты! Ладно, Винь. Увидимся. Я что-то всё равно не понял прикола. Может попробовать с другим пистолетом? Загрузиться, допустим, сейчас, да? у нас есть... У нас есть... Ну, тут... Вот. Ну и М можно использовать. А почему и нет? Который вот он даёт. С ним и... попробовать. А давайте! Ай! Была не была, чё? Пробуем. Мне просто... как-то навязчиво кажется, что он нас специально хочет кинуть на пушку. Уникальную, которую он там... разрекламировал. Так, ладно, пофигу, пусть это будет пытливый взгляд. Писер перед свиньей. Ладно. Три... Два... Один! Ты по мишени! Не в тенку, а по мишени! А мы куда? Молодая, вроде, давай, давай! Не хами, а! Это рикошеты летят! Три, осталась половина! Ну ты, давай, соберись! Это ты чего это? Очки надеть, забыл? 20 секунд, видишь? Последний шаг! Кстати, эту пушку он не так гламурно перезаряжает. Сразу видно, что не эпический до ствол. Обожаю запах горды и раскаленного конца. Стоп! Все стоп! Закончили! Ну, 30 вон, кстати, счет был. Насколько мы-то это поразили. Первое место! Руди! Второе! Ви! Остальные! Неудачники! Учитесь стрелять! Все свободны! Эх, хамло, блин! Почему все равно? Мы практически все мишени, не? Ладно, вылазим. Пока, до скорого. А выстрелить в тебя нельзя! Руди! По-любому нас на ствол кинули, хотела. Собака. Ладно, предположим. Предположим. Есть папушкам, что-то получишь. Допустим, меня, что было бы интереснее. В данном случае увеличивает урон конечностям. Хакуэмо. А, кстати, хакуэмо, это че? О, оптика здесь у тебя. Модификацию снять нельзя. Ну, оптику снимем на всякий случай. С тебя тоже. Увеличенный урон. Модификация Конго. Конго, Конго, Конго. Да не, ничего тут. Не сделаю. Хотя, ну, Лиззи. Ячейка для прицела Ализзи сколько у нас? Бой заряд. А, ну, тоже десятка. Ализзи хороший пистолет, так-то, смотрите. И еще, если учесть тот факт, что электромагнитными стреляют. Прошивает. Всех и каждого. Так, Югимура. Редкая, умная. А, ну, это я предлагаю сразу разобрать. Умная. Нам нафиг не нужно оружие. Это тоже можно разобрать. 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 Урон конечностям стандартные. Урон конечностям стандартные. Ну, разберем. Нам рарные тоже нужны вещички. А это умное тоже оружие. Разобрать. Разобрать. Эх, шарик. Кого я вижу? Хамлот, ты редкостная. Вот что я тебе хочу сказать. А, ну да. Что надо поменять. Самое главное. А, подожди. Редкие джинсы там можно и разобрать. Мы должны были первое место взять. Мы договаривались не на это с тобой. О, в трусах, кстати, как. Как эпично это смотрится. Джиг. Потертые джинсы. Разобрать. Снайперка осталась. Лиззи мы не трогаем. Это мы все разобрали. Одежда есть. Все. Погнали. Сваливаем отсюда. Сразу выполнять... Какие задания? На лифте ехать не хочу. Поэтому можно в целом... К посмертию. Можно второстепенное задание здесь выполнить для начала. Тут есть... Прям возле посмертия, правда. Пункт назначения. Терем, 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 терем. Но копы, конечно, забавные здесь. Если долго стоять на них смотреть, они тобой очень сильно заинтересуются. Прям очень сильно заинтересуются. Сильно-сильно заинтересуются. Насилия нет. Тут, типа, в киберпанхе, в Найт-Сити к любому можно придраться. Если начать обыскивать, его можно как-то оформить надолго. Так, давайте второстепенную посмотрим, что за заданицы. Нам обещают. А почему... Почему второстепенная не хочет отмечаться? Не пойму че-то. Ну ладно, предположим. Странное граффити. Императрица. Что дальше? Высыпаем наряд? Ну, как оно? Я же говорю. Твой значок для них ничего не значит. Уже другой бармен здесь. Посменно все-таки бывают они. Нет. Все мои проблемы, эти заговоры. Все из-за тебя. Ты же знаешь. Я все потеряла. А второстепенное задание здесь тоже, да? Из-за тебя. Ты второстепенное задание. Блин. Э, слушай, работа нужна? Это какая? Дельца есть. У вас как-то за. Доставить то, что из точки А в точку, да? Съехали быстро. Сделаешь? Такие вещи проводят через фиксер. Последник. Пустая трата денег. Но с таким подходом ты далеко не уедешь. Консультанты мне тоже не надо. Я ищу перевозчик. Ты где религия? Рассказывай. Все просто. Идешь на набережную Кабуки. Забираешь груз. Звонишь мне, а я тебе расскажу, как его доставить. Все четко. Да. Только с оплатой непонятно. Не переживай. Гонорар будет. Заграничный, растаможенный и без пошлых. И без подробностей, да? Именно. Ты не боись. По деньгам не обижу. А дельца-то ерундовая. Берешься? Ну ладно, берусь. Вот и хорошо. Я знал, что мы договоримся. Двигай на набережную Кабуки. Там нужно найти холодильник с надписью будущего. Нет. Как найдешь, забирай, что в нем лежит. И звони мне. Я скажу, что дальше будет. До связи, видим. Так, появился новый контакт. Слышь, не хами. Ви. есть разговор. Все в порядке. Хм. Ты не знаешь. Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори, как есть. Это девица. Отчего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут, в углу. Мне нужна помощь. Хочу Колькова найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он из Иросаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха. Спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь не бесплатная. А во-вторых, все эти люди. Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Фи Бак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучка. Спроси ее про Роса Катауру. Как меня подстрелили у нее на глазах. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми, без исключений. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Росака Тауэр. Помнишь, кого ты там потеряла? Какого-то Джонни. Ты подготовился? Конечно. Но меня чувствами не проймешь. Чувствами я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай эти. Ага. Ага. А если у меня нет денег, что, скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну, тогда до скорого. А че он мне не помогает? Слышь, ты. Должно хватить. Угу. Приходи завтра, поговорим. Кидалово. А еще можно и подождать прямо здесь, да? Далеко не ходить. Ну, окей, давай. До завтра. Прям так. Ви-хи. Каждый вечер мы огурцом ждем. Давай, идем. Я к бестии. Она меня ждет. Блин, какие у тебя страшные очи. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Хоть в этот раз предложили сесть. Надеюсь, ты его нашла. А не на корточках пришлось. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Хм-хм. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Твоё здоровье. Твоё здоровье. Оно тебе понадобится. Я не употребляю, и вам не рекомендую, да, как говорится. Спасибо, Никс. Единички 0, не считаются. Те, кто бы мог подумать. На, держи щепку. Да, не много всего интересного. И она поможет? Знаешь, бестия была та ещё бесчувственная сволочь. Но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошёл её проверку. Посмотрим, что ты нарыла. Это твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянь-Ти. Это дочка Кантао, китайской корпуси. Это кефиговый листок. Кантао проводит через неё разные деликатные операции. Понимаешь? Ты сможешь его найти? Найти его проще простого. А вот перехватить другое дело. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави, поддержки земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то власть. Угадай, откуда перевозка. Из Цин-Ти. Это Хельман. И это хорошая новость. Сейчас начнётся. Это всё засекреченная информация. Тебе всегда её по первому чиху скидывают? Я знаю, где искать. И кому выкручивать руки. Я вообще не люблю тратить время. Особенно на глупые вопросы. А что за плохие новости? А плохие новости их место высадки. Видишь? Всё это воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей дублесная полиция. А здесь уже слишком близко Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везёт. Мёртвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. Я о нём слышал кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые и с защитой у них всё в порядке. Лезть к ним бессмысленно, даже с хорошим оружием. Всё равно ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Кто-то из местных? Ты знаешь там наёмников? Только одну. Панам Палмер. У неё тёрки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У неё не будет выбора. У неё не будет выбора? Звучит не слишком обнадёживающе. Для нас обоих. Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадёжить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Хм. Ну, понятно. Если её выгнали, значит, ей нельзя доверять. За такую помощницу я платить не готов. Она сама ушла. Может, это там... Из-за будущего семьи, идеалов, кочевников. Туда-сюда. Я ей до половины не дослушаю. Я думал, ты любишь знать, с кем имеешь дело. Я знаю достаточно. Когда говорят про идеалы, чаще всего речь идёт о чём-то другом. О власти, как правило. К счастью, это не моё дело и не твоё. По нам сможет тебе помочь. Это всё, что тебе надо знать. Как-то это странно. Кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Всё зависит от клана, от их связей и от того, как дерьмова им живётся. В целом, ты прав. Аль-де-Кальда редко имеет дело с городскими. У Панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз всё пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря. Провалила всю операцию. Потеряла товар и машину. Она сделает всё, чтобы вернуть груз. Для неё это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Ты знала, но не сказала Панам. Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки? Моя работа – замечать расклады и использовать возможности. Допустим, я ей обо всём расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнёт играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. Ха, то есть я для неё единственный шанс, а она для меня. Две пешки на доске бестии. Ты быстро учишься для пешки. Эх, Ви. А что сделать? Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Рич. А нам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдём отсюда. Спасибо. Удачи. Чё у него на локте? Видели шип какой-то? Так же ж можно и проткнуть кого-то ненароком. Привет, Панан. Это Ви. Ну как так? Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? От бестий. Ммм, круто. Заебись. Пожалуйста. Во что ещё эта старая сука меня втянула? Ты приедешь, блядь? Ты будешь тут через пять минут, или я... Нет. Это кто тут ругался сейчас? Не знаю, что у вас с бестией, и знать не хочу. У меня для тебя дело. Очень рада, но у меня пока тоже дел хватает. А груз и машина? Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь. Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Так кто такой? Тигриные когти? Вот и всё. Так, навскидку со снайперки. И... Не выпендривайся. Панты вот это вот колотят. Хотя она так-то горит уже, тачка. Поищем себе получше что-нибудь. Что-нибудь себе получше, офигеть. А тебе далеко-то ехать нужно. Тебе нужно ехать далеко. А ну-ка, давайте тут займёмся ещё мелкими делами. Ещё вот тут есть преступление, как раз по пути. Бедоложка. Пытается ехать изо всех сил. Так, ну-ка, прямо. Съезд никакой не нужно. А вот здесь. Так, ты уже готов, да? Её вид говорил сам за себя. Ядовитый паук. Надел маску милой старушки. Но я не подался на обман. Если бы не её неприязнь Карасахе, она продала бы нас за несколько шариков для... Патинка. Но она этого не сделала. Значит, она опасная протенистка. Может, она хочет поймать двух зайцев и просто ждёт удачного момента? Ви, я в кабуке. У меня два вопроса. Как можно было так назвать эти трущобы? Кабуки. Это искусство. Я скоро напишу. Может, позже я воспользуюсь твоим предложением, но пока я справляюсь. Твоё время ещё придёт. Так, ладно, всё свалим. Это кто? Гражданский. А чё ты не цепляешься? Не хочет, представляете, залезть. Ну ладно. Надо определить угрозу. Оно проваливает сюда. Главное замочить первое. А второй споткнётся. Охранник. Ну, здесь это охранники просто. Это ещё не преступление. Преступление ниже происходит. Уважаемый мистер Гриффиан. но мы не проверяем содержимое урн, расположенных в нашей колумбарии. Тем не менее, перед размещением праха ваших близких советуем ознакомиться с нашим регламентом, в частности с пунктом 7.8, запрещенной субстанции, с наилучшими пожеланиями отдела обслуживания клиентов. И чё? Не понял. И где тут преступление? Ну, труп с щепкой какой-то непонятный был. Ой, какая милая машинка. А жаль, на ней ездить нельзя. Жаль. Или тут это были злобные охранники? А мы с ними разобрались. Не сигналят. Вот смотрите, вежливость. На таран не идёт. Опа. Опа, опа, опа. Я знаю. Привет, Ви. Тут мой друг просит помочь. Надо вернуть глаз, который он проиграл в карты. Имплант, конечно. Вроде всё довольно просто. Возьмёшься? Подробности я отправила. Угу. Угу. Ну, это, я так понимаю, он то задание. Режиссёр, точнее, бывший режиссёр. После бусидо-икс и миллиардных убытков чувак зарёкся снимать. Теперь Джейкоб живёт на то, что выигрывает в карты. Недавно он испытывал судьбу в подпольном казино, которое тигриные когти открыли позади забегаловки Касюхантен. Карта не шла, но он всё равно продолжал. Думал, что сейчас отыграется. Сперва отдал все деньги, потом часы, обручальное кольцо, а под конец свой хиберглаз. Теперь Джейкоб хотел бы получить импланта обратно. Отправляю тебе координаты казино, где он его проиграл. Насколько я знаю, глаз всё ещё там. Как ты с этим разберёшься, уже твоё дело. Окей. Ну, меня привлекла тачка, но здесь сразу, видите, ещё разборка. Я вашу тачку позаимствую. Так, где тут взрывом, которого убило? Тоже живой ещё. Не переживай, я тебя спас. Всё хорошо. И на тачке поприличнее уедем. Ох, как она рвёт после моей. Какие у нас это, музыка фавел. Да? Пошла. Эх, ну ладно. Погнали. Перезарядись. Степлер. Ох, поднялся степлер. Отлично. Ну, это чёрный ход, я так понимаю. В то же казино. Ох, какие у неё ножки. Я сразу вспоминаю этот. А-а-а, каково, блин. Джентльменов этих. Если ты спасёшь мир, то можно и... Да, вот и... Кингстон, вот точно. Точно-точно, кингстон, кингстон. Дверь на склад, необходима карта доступа. Но сейчас... В принципе, можем открыть силы. Тем более, четыре всего лишь нужно. Глаз. Даже казино разносить... Не нужно. Не, мы его разнесём, конечно же. Безусловно, казино сейчас зайдём. Разнесём всё. Мы... Мы просто так не уйдём. Так, 55, 55. Ну, потом 11 и 11. Ну, да, вот так вот и сделаем. Можно уходить. Оставить имплант в почтомате и всё. Но зачем так легко сдаваться? Так, 1С. 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 Потом 55. Упс. Очки дополнительные. Продлагаю... Продлагаю. Продлагаю. Да, дальше. Пистолеты качать. Всё-таки магазин не особо большой. Они даже время на обнаружение не засекли. О, тут была дверь ещё одна. Упс. Они реально используют частенько самоноводяжки. И вот на свет я не вижу нифига прицел свой. Всё-таки, может быть, стоит поискать получше. Вы кушайте, кушайте. Вы кушайте, кушайте. У этого бокал подвис. Отдыхай. Отдыхай. Упс. 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 Появились новые заказы. А этот нас потерял из виду. деньки вот эта очка даже поинтереснее смотрится чем станы которому при так с дороги сбежали блин чувак я не хотел она он живой кровь это так фикция то что ты-то здесь прикидываешься все даже ничего не нужно было делать все получим предмет отлично снаряжение но я сомневаюсь что что-то будет лучше сейчас панамки этой ближайшем обозримом будущем уменьшение длительного урона здесь ничего о есть маска лучше это можно как раз разобрать серьезно 2 и 0 на таком уровне вы издеваетесь джейкоб вернул свой глаз так что заказ я закрываю но мы с тобой оба знаем что работа была сделана кое-как следующим мы старайся меня не разочаровывать заказ закрыт спасибо смысле кое-как мы всех разнесли ты не говорила там тихо сделать это беспалево сделай братан пожалуйста я тебя прощу по-хорошему не ничего такого уж не было правильно делай как тебе по кайфу мы сделали как нам по кайфу вынесли всех так из винтовок давайте короткоствол коэффициент в голову как урон при стрельбе просто увеличим вообще хамлода не уточняет потом еще претензии нам какие-то галимы рисует вот еще тоже просто мне так кажется знаете что некоторые миссии могут как ведьмаке после определенного момента по сюжетки стать недоступны почему-то мне такое видится здесь хорошие у этих японцев тачки можешь кое-куда смотаться мне тут рассказали о драке в доках может просто торчки буянит но мне кажется у кого-то приступ киберпсихоза и надо узнать замешаны ли там наркотики у трупа этого не узнаешь так что психа не убивай милое местечко ну прочитать кстати такие места обычно хорошо охранять готовься к бою с тяжеловесом ну зашибись ну он сразу палит он вообще без вариантов до и киберпсихи реально еще могут стволы использовать но он такой спокойный он не дергается стоит голову поставил и впитывает все а мы как раз удачную позицию заняли все он по 1000 ему в голову пропитываем что на кулаках хочешь выскочить ну давай на кулаках сейчас чё ты думаешь а упс и сразу ноги ватные тяжелые до перегруз словно выносливость просто жесть надо я какие-то импланты ставить на выносливость иначе иначе фигня получается билет высшую лигу привет блэйк я опять не дождался ответа может хватит делать вид что тебе все равно я же знаю что ты читаешь мои письма night city нормально хотя конкуренция заоблачная приходится тратить на и план ты намного больше чем планировать какой-то момент я даже в каком-то смысле потерял себя было такое чувство будто мое тело мне не принадлежит но сейчас все хорошо я с этим справился самое главное что скоро я получу работу которая изменит нашу жизнь я прямо чувствую это всем своим хромовым телом когда мне дадут заказ я его выполню так что у всех глаза на лапа лезут а когда мы заживем так как это заслуживаем люблю тебя и скучаю алик чё блэйк ну может быть блэйк этой и женщина подожди блестяшки чё то я пропустил случайно ну ладно сейчас можно будет наверное прочитать еще раз нет нет до связи до связи просто до связи так черновой отчет а ну-ка взломать защиту б 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 все просто не что-то нам дает ничего это нам нифига не дает так открыть сообщение приступ отправить ответ ага спасибо за инфу корпораты не любят опускаться до уровня простых смертных но когда дилер начинает мешать блестяшки с активированным углем они сразу чуют что на этом можно заработать за одной улице станут чище от неблагоприятных элементов одни плюсы пересылаю данные а женщины из мили тех а ну в общем психоз вот он корочка ну как так у моей мару были экспериментальные импланты воедного процесса может в код закрылась какая-то ошибка мы бы смогли исправить но что теперь деньги высылаю на следующий раз постарайся сделать как я прошу окей хорошо ну вот на тут этот живой пока еще слышишь меня этот пока еще живой я его еще не добил будешь мне что-то отвечать старый живой пес все а теперь его еще можно добить судя по всему прям спокойно а ну и вот все задания эти закрылись открыть сообщение реджина джонс тут все хорошо по-пу-пу-пу-пу-пу-пу билет высшую лигу ну-ка давайте сейчас пропишем здесь как раз полиция нас поблагодарила мертвый рабочий короче ей отписаться надо и все вообще на мази у нас сразу а можно захватить вот эту машину так это кто у нас что добыть этого не может хоббистая дорога еще не может жила есть тут нужно ехать хоббистая дорога ладно мы пока в этом районе еще орудуем мы пока еще орудуем в этом районе чеки я так понимаю что даже наши ноги сейчас не помогут нам перепрыгнуть колючку какие импланты если что это все эти когти вот они они кстати привет блин а схватить ее нельзя кимыть гранату и схватить нельзя видите полиция нам спаси вас как это было прикрытие мы притворялись плохими от гранаты никто даже больше не пострадал все было рассчитано операция была согласована так где здесь получается здесь мы на тачке сейчас не уедем к сожалению хотя есть неплохая тачка тут господи помилуй дай покататься а в принципе она такая же даже просто не разукрашена попить тушечь у арасака странная граффити император интересно символично так я до сих пор не знаю стоило ли нам говорить правду вакака доверия как сакэ его нужно подавать холодным и понемногу она напоминает мне мою бабушку чудесного человека который иногда наводил ужас на весь квартал даже на айабу на кто такой айабу на я не айабу на так тут у нас две точки как раз вот одна по пути по другой у нас зеленый вы охамели корпораты так ладно а ну-ка может здесь можно да перестрелился марш и а 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 нет упс здесь мы никак не подъедем к разборке тут полиция с ними причем смотри они это не попы мне показалось копы до тачка а 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 и и и и и а а блин прям впадающий коробок гранат Такс, такс, такс. Все, забираем улики. Даже коп остался живой. Так, где следующий пункт назначения у нас? Где-то рядышком. Так, а мы можем, кстати, тачку копа здесь взломать. Давайте покатаемся. Ну и что? Долго ты там будешь сидеть? Мам-мам-мам-мам-мам-мам-мам-мам. Ладно. Включаем психопата. Не, ничего. Просто я помню в GTA нечто подобное, когда... Превращалось, он просто находился под машиной и получал урон. А здесь нифига. Они живихенькие уходят. Но мы в этом квартале уже с нашими пушками проблем вообще не узнаем. Тачка так-то дымится. Нехороший знак. Опять вспоминаю старые добрые вечера за GTA. Лучше такие тачки. Вообще выпрыгивает на ходу прям. Как только загорелся, капот все сразу нафиг. Выпрыгивает туда. Разгонный процессор, регулятор рефлексов. О, это, кстати, модификатор. Элегантная. Жаль, у мусорщиков нормальных тачек нет. Папа-гарсон. Вы перегружены. Так, штаны. Похуже. Футболочка получше в качестве брони здесь, конечно. Ну, разобрать пока что. Мы не трогаем. Уменьшает урон от отрицательных эффектов на 5%. С чойным опысям, опы. Это все фигня. Шляп у нас нет. Ну, можем тогда просто пушки поразбирать. Причем, я так понимаю, все подряд. Хотя вот есть... А, подожди, пулемет. Стандартный легкий пулемет. А он эпический. Тут еще и прицел. Хакуме. Модификация. Пулемет этот можно прокачать знатно. Можно его пока что оставить. Так и быть. В целом, за выполнение заданий нормальной бабки получаем барыжить стволами. Уже не наш масштаб. Уже как-то не солидно. Не солидно. Вообще не солидно. Так, дубинку можно оставить. Кстати, не смертельная. Можно оставить дубиночку одну. Ну, так, для психопатов. Угу. Так, это задание мы сейчас идем выполнять. Паранойя. О, кстати. Давайте вот сюда депрессию. Быстрое перемещение. Потом как раз преступность. Потом вот это задание. И в идеале бы еще где-нибудь оружейника нового поискать. Еще мотоциклов я давно не видел. Вообще на дороге я мотоциклов не видел. По-моему, ни разу еще не ездил. Мотоцикл просто сам по себе. Дай покататься. А куда делся тот товарищ? Он исчез. Опять же, да? В GTA он мог остаться сидеть. Бывал вот такой, ты вышвырнул. А тот сидит и катается с тобой по городу. Либо он выбегал. Здесь он, второй чувак, просто пропал. О, когти. Хорошие тачки есть. Сын Арати Капур передознулся блестяшкой. Может слышал? Новая мощная наркота там, что появилась на улицах. Арати просит сравнять с землей лабораторию, где делают это говно. Почитай мое письмо, там подробности. И про Арати, и про ситуацию в целом. Давай, хорошо. Блестяшки. Мне кажется, весь Найт Сити уже знает. Говорят, они вызывают привыкание похлеще, чем недопиаты. Понятия не имею, что это такое. Но при этом передознуться можно в два счета. Было очевидно, что рано или поздно про эту херню узнает золотая молодежь и кто-нибудь склеит ласты. Первым оказался сын Арати Капур, совладелица сети ресторанов Masala Studios. Только вместо того, чтобы погрузиться в траур, она решила действовать. Лаборатория, где делают блестяшки, должна исчезнуть. А что если при этом исчезнут и те, кто их готовил? Думаю, ответ ты знаешь. Посылаю координаты. Учти, это место могут охранять тигриные копти. Да пожалуйста, пусть охраняют. Их мамаша не узнает. Блин. Некрасиво получилось. Блин, а я думал тут один. Блин. Я тебя бы ему лутила. Торопишься. Так, здесь мы все залуптали. Так, я хотел, знаете, что еще посмотреть? Меня интересует вот этот пулемет. А, ну оптика просто. Тоже мне на дверь указывает, да? Че? В подвале есть... Какая-то фигня. Наверное, мы сейчас туда спустимся. Скорее всего, лаборатория-то... Где? В подвале будет, да? Ща разберемся с ними. Так, 55, 1С и можно вот эти 55 закрывать. 55, 1С, 55, 55. О, здесь... О, здесь... А, нет, подожди. Он же... Как всегда, супер-пупер... Маршрут создает. А, вот мы в подвальчик. И? Мы сейчас можем тебя разукрасить. Так, 55, 1С, 55, 1С, потом БД нам нужен, 55, 1С, потом вот БД можно закрыть и 55. В смысле, а БД еще есть? Ну, ладно. А тут никого нет уже, что ли? Нам-нам-нам! Я бы не подбирал бы с пола еду, конечно, на самом деле. Я вообще не понимаю, зачем она тут нужна. Вылетай, Секло! Ты где там? Ну что, во все тяжкие. Так, отскок. 55, 1С. Либо вот эту сразу заполняем. И заочно потом заполним первую. Ну да, последнюю первую, что нам? 55, Е9... Е9 здесь. БД, 1С, да. Ага, а почему закрылась? Не подряд, ну и ладно. Так, 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 так. Здесь все тихо. Что это, Дахо? Тебе хана. Все, что я могу сказать. Блестяшки. Объем. Обнаружено тело. Ща он сам превратится в тело. О! Джокер. А вот мы и встретились. Наши Шерлок и Холмс нашли тела. Успели сюда еще вернуться. Улыбнитесь. Вас снимает скрытая камера. Вон, рарная какая-то вещица сейчас будет тут. Снаряды могут рикошетить от поверхности. Стандартная штурмова... Вот такую штурмовую винтовку тоже можно, кстати, рассмотреть, попробовать. По факту можно хотя бы с ней попробовать походить. Ну, что-то интересное получится. Че еще тут живой? А ну-ка, давайте, ладно. С винтовками так с винтовками попробуем. Снайперку пока уберем. У тебя какая-то оптика новая. Ну, неплохо. Неплохо, кстати. Можно и одиночками стрелять. В принципе, не очередями, да? Как... Пушку, которую мы... Винтовку использовали чаще всего. И если зажать, если что, хорошо так... Заходит. Да, хорошая пушка. Мне нравится. Будем иметь в виду, если... Че? Не понял. Почему этот пистолет... Почему этот пистолет... Окей. Вот они, мотоциклы. Просил, получай. Не притворяйся. Тебе не идет. В косыночке, как... Здорово мы смотримся на байке, а. Так, с лаборатории покончено. То, что доктор прописал. Само собой, блестяшки не исчезнут. Тут у меня иллюзий нет. Но мы больно ударили подварем, которые делали. Кстати, орать и просила тебя поблагодарить. Говорит, мы ей очень помогли. Так-так-так. До связи. Шалом. Ловите, сюрприз. Подарок. Опс. Ох. Ох. Доставай винтовку. Ай. Мы его так-то положили, че мы убегаем. Мы его прям хорошо так... Так, нетранера, да, мы видим, который на нас всякую фигню сейчас кидает. Ох. 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 Лицом к лицу сложнее, да? Блин, мне нравится эта винтовка. Еще и козырно он меняет. Я скажу его, мусила. Ох. 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 сейчас мы ее вещички примерим хотя блин мерить вещички дамы как-то такое себе занятие да хотя ну в духе киберпанка чек вполне вполне себе в духе киберпанка ночью 1 c1 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 c55 а тут приличная группировка так-то разместилась так а у тебя еще и пистолета на документация здесь последний всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности на перекрестке дрейк-авеню и картрайт-стрит замечены члены банды тигриные когти подозреваемые в разбой и вымогательстве их возглавляет макомичи ямада по прозвищу мотор в мэрии города объявили вознаграждение за устранение ямады и его преступной группировки окей на ну тут вообще все легко смотрите тут все три сразу наши вот это идеалити но они просто идентичны абсолютно так ладно тут прыгать не будем сейчас чем может улучшить эту пушку мне нравится она прям очень классно ствол мы ничего не сделаем глушитель повышает вероятность критического попадания но уменьшает базовый урон урон на 30 здесь меньше кстати чем лучше глушитель тему эффективнее он по факту всказывается так ну окей давай создание улучшение заблокировано повысить уровень я не могу укачнуть сейчас от аякс но очень классно я прям аякс на него аякс здесь мы можем пушку улучшить наш пистолет ночью почему бы нет он нам нужен броник мы прокачать тут не можем пистолет хорошая вещь ну что куда поедем сейчас два товарища навестить баре еще раз ну давайте навестим баре хорошо на тачке но это это чисто понты ну на такой тачке мы еще не ездили кстати доехать 50 метров хорошая тачка блин это обалденная . а ну-ка как ее названием запомнить нужно это уара какая-то type 66 задний привод плаща длинные силы самый сексуальный автомобиль по версии зрителей шоу пули и колеса но он кстати этот аппарат прям реально аппаратище вот такую тачку я все купил бы давай навестим нашу друга и как раз за счет быстрого перехода отправимся еще куда-нибудь если вы видите макс так значит плохо будет всем варь ну ты козел я же не хотел прости меня чусь чусь мэндис поздно уже он тебя не слышит ты был сильный баре железный ты был слышишь меня сукин ты сын прости меня я не хотел правда прости уходи считаю до трех а все миссия закончена да я просто вопрос его кто-то убил он сам или или у него крыша поехала ли тут ничего не написано и не сказано да ну просто ну судя по всему баре ты меня лучше не злее круче фиг пойми че ты пришли кого я вижу так смотри чё я хотел у тебя посмотреть давно смотри чё я хотел посмотреть не ну ты посмотри ты хотя бы посмотри вот уменьшить урон от врагам по которому попали вот смотрите отключает возможность смертельного попадания позволяя вам наносить врагам урон не убивая их увеличивает урон на 6 ну всего лишь на 6 если бы в 6 раз вообще было бы критический урон это такой же глушитель вот она оптиком бла-бла-бла так ладно забирай вот эти все пушки раз я до тебя добежал мне казалось просто значительно увеличивает урон штурмовая винтовка тут d5 вот без позволяет наносить укрон приз урон при скрытой атаки глушитель а он с глушителем идет здесь а ну-ка сейчас посмотрим через винтовка такая невидимая что реально невидимы то не вряд ли мне кажется отображение просто поехал так снайперку пока не убираем снайперка пусть остается с нами это все в расход плащ пиджаки но вот это можно будет одеть подтвердить это продать стальной вот это я предлагаю разобрать хотя здесь 23 и здесь 23 23 8 ну вот один из этих мы продадим это точно тогда продаем тебя можно элегантная ерунда оставить просто где-то у нас сложить аккуратненько аккуратненько сложить у нас костюма фарасаки смотрите а есть разница кстати сейчас проверим потому что дороже и дороже становится если его владельца новой пушки это он себе счастливому владельца новой пушки так смотрим чё за ствол такой интересный еще напряглись так штурмовая винтовка 23 8 это мы можем сразу разобрать проверяем смотрите костюма расахи 1 костюма расахи 2 костюма расахи 3 разницы никакой но если разницы нет зачем платить больше да не партись где моя квартира почему в своей квартире нельзя с пушкой ходить вот тоже вопрос большой я хотел пострелять сейчас проверить как она стреляет кстати эта винтовка невидима но автоматическая винтовка тоже он на mp5 похож если так взглянуть на эту вещь но он d5 в принципе называется даже похоже 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 это предлагаю перенести рад а у нас снайперская винтовка уже доступна такая ячейка прицела а ну-ка сейчас вернись назад вернись я все прощу старая майка ви жилет ви без нашивок на тут будем либо такие старые вещи хотя не подожди требования уровень 20 почему он в инвентаре отображался как нормальный так это оставляем это мы под разбор уже оставляем складируем хлам складируем складируем эх сколько у нас уже прицелов уже 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 а у тебя модификации нельзя поставить почему ячейка для модификации ствола уменьшать показатель броней врага на 15 процентов попадание в голову всего лишь один коэффициент честь жаль жаль так может бандан прокачать там чуть копы напряглись но совсем малость кукольный домик не подожди мы не сейчас не кукольный домик будем выполнять мы сейчас будем выполнять не кукольный домик хельманом так подождать позвонить на следующий день ухабистая дорога номер один добро вознаграждается победить всех соперников и выйти в финал анатомия убийства киберпсихов а я одного пока обезвредил по факту двоих это убил добраться до места боя в глине а где моя тачка чё нет и отслеживать нельзя жаль компенсация поехали уже наверно компенсацию заберем посмотрим чё там у нас ближайшая . лишь вот здесь арасака сохрани свою душу богатым людям оцифровать но это в принципе от реально архив фильм если ты обо мне не слыхал еще услышишь я один знаю все что творится в церкви яви да знаю а слышу всякого всякого если что нужно обращайся окей учтем если захочешь выпить электрический оргазм для тебя наши двери всегда открыть так у рынка стоит поддержанный да ну нафиг не такую тачку мы не будем у меня у нас уже есть у нас уже понимание какую мы тачку все хотим на другое где-то внизу кто это корпорация милит тех а знаете чё я еще ни разу не прыгал сверху никого никого подозрительная активность пищи в корпорации милит тех меня вырубил как только и активируется эта тема прыжок ты вкачал одним из первых но прыгать на голову еще не приходилось никому чё у нас там это в реакции было нет это не в реакции ладно крови вы можете обезвреживать с воздуха ничего не подозревающего врага не убивая не но они типа максимальная угроза для нас мы можем сделать вот так и они даже ничего не поняли вот и все корпорация милит тех отдыхай у дяди серьезные какая перестрелка перестрелку вы спровоцировали давайте начнем с этого так ты в ролике и фигурировал как будто мы с тобой уже работаю это потом бежать будем на связи сейчас должны звонить нет нет мой юрист тебя обнулит нахер слышишь меня попрощайся с бизнесом будьте любезны назовите контактные данные вашего юриста сваленых пожалуйста подождите привет дал добрый день мадам или сэр чем могу служить цел ты чего не узнаешь меня ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии вы разговариваете с под программы сети доломейн увы мои оперативные возможности ограничены сообщите пожалуйста идентификационный номер не давай никаких номеров а то они тебя вычислят корпорации слушай ты мне нужен доломейн канал коммуникации открыт ваша личность установлена на основе сканирования черта лица мистер ганс йонас опишите свои ощущения после происшествия номер 7 7 1 1 1 1 0 1 0 9 6 я счастлив до трусов авто покорежено мое сердце разбито но это я обсужу с настоящим доломейном извините если данные под программы не соответствует вашим ожиданиям я прибываю в кризисном состоянии не могу уследить за всем я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб всего 3 400 мы могли бы поговорить в другом месте конечно давай тогда следуйте за дроном все поняли кто тут в яйп их я полностью осознаю что сейчас наш неудовлетворитель могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации этот коридор соединяет мастерскую с офисом а вот здесь происходит магия мастерская не раздавит автоматизирована я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг к сожалению в настоящий момент мастерская перегружена но надо думать причина сбоя в автопарке сети доломейн пока не установлена моя рабочая версия заражение мощным вирусом проблему надо устранить быстро рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает компании ненужное внимание это командный штаб для меня честь принимать вас здесь как ни странно это у людей может быть штаб тебе это зачем когда-то в этом таксопарке работали люди я использовал уже готовую инфраструктуру а что значит все эти лампочки вот это я и хотел обсудить зеленые индикаторы обозначают машины которые находятся на связи как видите контакт с несколькими машинами утерян это красные лампочки а ремонтные дроны не могут помочь боюсь в этот раз необходимо участие человека вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин а зачем тут конфиденциальность чем меньше ненужного внимания тем лучше в последнее время проверки со стороны власти участились за мной уже следят копы следят или сетевой дозор боюсь что последний мой правовой статус не до конца урегулирован если я буду недостаточно осторожен меня могут отнести к нелегальным иммигрантам ну ладно я помогу тебе найти эти машины очень рад слышать сейчас перешлю вам их последние известные координаты машины надо просто деактивировать тогда я восстановлю управление и верну их в гараж что нибудь сделаю автомобили сети это ламейн отлично защищены обязательно захватите с собой сканер крипто анализатор так я слушаю люблю людей которые ценят вежливость будем на связи мы диалог практически до конца довели так когда у тебя будет минутка зайди ко мне посидим потолкуем ля ля тополя выйти из гаража ну в целом наверное тачки мне нравится этот робот прикольно так падре когда они шли дорога разговаривали вдруг явилась колесница огня на иконе огня думаю ежели бы господь наш вновь явился на землю ему бы пришлось по нраву эта версия автомобиля машина могучая весьма достойная прямо поклониться хочется ею должен владеть великий человек вопрос в том ви достоин ли ты ее загляни себе в душу проверь банковский счет и дай мне знаки но выглядит неплохо в целом вроде бы прикольная тачка возможно даже бронированная но пока что закрыт благодарю обработка данных пожалуйста подождите лично решает чего просто не под программы но это вот такую тачку он продает на которой мы сейчас приехали но не ну нет ну не сказать что это крутая машина да но не то прям а не сказать что прям вообще ну все так ладненько давайте погоняем тогда сейчас тачки найдем который нас попросил друг но сделаем это же в следующей серии а на сегодня все с вами был веру всем добра пока